здравствуйте дорогие друзья как видите наш сиреневый блеск уже сейчас поспел давайте же отправимся в нашу теплицу и посмотрим как он выглядит на кусту сиреневый блеск это действительно один из самых раннеспелых перцев от посева до снятия первого урожая проходит 95 100 дней наши перцы мы посеяли в середине марта и в июле мы уже снимаем спелый урожай наших перчиков высота кустов довольно небольшая это компактное растение высота достигает среднем около 60-65 сантиметров отдельные кустики которые у нас растут ближе к краю теплицы там намного жарче достигают высоты около 55 ну максимум 60 сантиметров важно помнить что перец сиреневый блеск это перец сибирской селекции и не просто сибирская селекция агрофирмы семена алтая это перец который прекрасно подходит для выращивания в условиях теплицы пленочных укрытий и открытого грунта в открытом грунте он будет просто потрясающе себя чувствовать за счет того что он отлично устойчив к высоким перепадам температур к летней жаре а также к низким осенним и ранним весенним температурам на одном кустике перцев сиреневый блеск может завязываться достаточно большое количество примеру есть один кустик который у нас отклонился к земле поскольку не выдержал к сожалению массы перцев его все-таки лучше подвязывать поскольку перца завязывается огромное количество на нем уже сейчас сформированы один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать перцев и еще есть цветочные завязи цветочные кисти которые еще успеют отплодоносить перец это действительно очень хорош еще тем что может расти даже на самых неплодородных почвах достаточно слегка добавлять минерального питания азота фосфора и калия в виде хотя бы комплексного удобрения нитроаммофоски один-два раза по вегетации перец выращивается рассадным способом высевали мы его в как я уже говорила в начале марта высадку в теплице проводили в апреле царем пожалуй пару перчиков посмотрим какой у нас размером какая толщина стенки какая масса одного самого раннего перчика вот такой урожай перца сиреневый блеск мы уже получили это даже урожай не с одного растения это несколько плодов просто с одного растения кстати вы знали что на алтае перец это вообще была очень редкая необычная культура еще буквально 30 лет назад семидесятых восьмидесятых годах на алтае перцы выращивали только ну уж очень отчаянные энтузиасты в основном это были агрономы которые привезли перец сладкий из каких-то дальних командировок и затем уже 80-х годах началась активная селекция сибирских настоящих перцев которые способны вырастать даже в наших таких суровых климатических условиях и один из специалистов западно-сибирской овощной опытной станции совместно с агрофирма семена алтая вы вот такой вот необычный сорт перца сиреневый блеск давайте же определим какой наш перед сиреневый блеск по размеру массе толщине стенки это пожалуй самый интересный параметр ну конечно вкус и аромат про аромат могу уже сейчас сказать что это один из самых ароматных перцев потому что даже еще не разрезанный он очень сильно и интенсивно пахнет сладким перцем потрясающий запах стоит в теплице именно от перцев итак посмотрим какой массы у нас будут средние плоды перца сиреневый блеск семена алтая возьмем но они тут в принципе все более менее одного размера они совсем небольшие вот у нас перчик массой 73 грамма давайте взвесим другой 77 грамм и еще один третий перчик нужд для ровного счета но этот нас какой-то большой город 92 грамма и последний 80 грамм как видите в среднем перцем массой около 75 90 грамм для первых перцев согласитесь это очень неплохие параметры кроме того для сорта они очень выровнены между собой форму перца сиреневый блеск вот такая конусовидная очень яркая интересная а еще характерная особенность этого перца это такой небольшой отклоненный кончик абсолютно у всех перцев он именно такой вот слегка отклоненной острой форме окраска это пожалуй самое удивительное и необычное и думаю далеко не многие видели вот такие яркие фиолетовые перца чем спелее будет становиться перец тем интенсивнее будет его окраска биологической же спелости перед сиреневый блеск будет иметь темно-бордовую красную окраску а в технической спелости он вот такой яркий практически баклажановый с легкими легкими светлыми вот такими прожилками которые также очень часто встречаются именно на баклажанах поскольку это все-таки одно семейство посленовых давайте разрежем наш перчик а посмотрим какой он внутри а вначале я думаю стоит померить его длину нас есть такой странный предмет штангенциркуль да вот смотрите о идеальный размер перца в длину ровно 10 сантиметров соответственно средний размер перца 10 сантиметров в длину около 75 грамм по массе разрежем наш перец это одно из самых интригующих моментов сейчас будет странно мы забыли нож поэтому нож будет вот такой из ключей автомобиля и так какой он плотный ну простите острого ножа очень нет ой как хорошо давайте один вдоль еще разрежем так это сильно большой не смогу прорезать при отсутствии большого ножа работаем но ничего страшного я думаю смотрите какой он необычный внутри фиолетовая только внешняя оболочка перца внутри он традиционно зеленый очень похож по окраске на перец и волга и вот такой красавец если его разрезать поперек семенные камеры находятся все вверху семена очень крупные можно видеть уже это сейчас очень легко удалить будет семена абсолютно так выкрутив и все с ним замечательно будет давайте померяем толщину стенки для большей объективности мы взяли штангенциркуль будем не прям до сотых доли миллиметра но я думаю определим среднюю толщину стенки 8 миллиметров смотрите у такого малыша толщина стенки 8 миллиметров и у другого перца тоже 8 миллиметров потрясающе толстостенный перец а толстостенными считаются все перцы с толщиной клеточной стенки толщиной стенки точнее плода более 5 миллиметров поэтому этот малыш кроме того что самый ранний весь выровненный красивый необычный еще и удивительно толстостенный но также немаловажный параметр какой наш перец на вкус все-таки сладкий перец хорошо употреблять также и в свежем виде он очень богат витамином c очень хорош очень перечный и аромат удивительно сильный на самом деле с ароматом я даже очень сильно сама удивилась поскольку очень интенсивно проявляется именно в тепличных условиях в открытом грунте он более сладкий но с менее выраженным ароматом сейчас дам попробовать вот такой вот странной формы не баклажан и перец вкусно что же еще необычного у сорта сиреневый блеск именно по типу выращивания а самое необычное интересное то что этот перец можно выращивать как комнатную культуру поскольку габбитус его очень скромный аккуратный ровный выровненный в теплице высота достигла у нас 65 сантиметров у максимально высокого растения в комнатных же условиях этот перец не превышает высоты 50 сантиметров поскольку сладкий перец это многолетнее растение можно его совершенно легко выращивать в комнатных условиях и вы будете круглогодично обеспечены урожаем сладкого перца свежесобранного и собственно ручно выращенного дорогие друзья как видите перец сиреневый блеск семена алтая действительно очень необычно интересные по окраске своему типу роста толстостенности этого крохотного раннеспелого малыша обязательно выращивайте этот перец на следующий год и он очень быстро порадует вас первым урожаем а на самом деле его можно посеять уже сейчас поскольку он отлично пригоден для комнатного выращивания до встречи в новых роликах и пока пока